Шесть претендентов на золотую медаль. Сокина Дарья, Жуковская Екатерина, Арсуманова Виктория, Климова Валерия, Дереклата Владимир, Мишаков Лев. 14 человек учатся на 4,5. 36 юношей и девушек, почетные гости, среди которых представители казачества, духовенства, местной администрации, заслуженные педагоги. Они желают выпускникам состояться не только как гражданам, но и как профессионалам своего дела. Алексей планирует поступать в Балтийский военно-морской институт имени Ушакова. К военной карьере готовился, занимаясь спортом, не ради соревнований, а для себя. С одной стороны весело, а с другой грустно. Как бы весело то, что ты уже вступаешь в более взрослую жизнь. А грустный момент, что ты тут проучился уже 11 лет. Я в этой школе с первого класса. И мне вся космосфера и обстановка очень сильно нравится. Сегодня выпускники говорят спасибо тем, кто все эти годы вкладывал в них частицу себя. Это не только педагоги, но и охрана, повары школьной столовой. Отдельная благодарность Галине Марчук. Первого класса она преподавала физкультуру у ребят. С пятого была классным руководителем. И слезы, и радость, и волнение. Все вместе. Но в целом хороший класс. Очень хорошие родители. Я бы с этими родителями еще сто лет работала. Но в целом у них нормальная жизненная позиция. Вот мы своей функцией справились. Дети умеют принимать решения. Выпускники говорят об особой школьной атмосфере. Сегодня здесь занимаются больше тысячи ребят. К будущему году, помимо косметического ремонта, в школе заменят входные группы. Также муниципалитет выделил деньги на ремонт спортивного зала. В прошлом году отремонтировали актовый зал. Около ста учеников занимаются в ансамбле кавказского танца. Каждый год идет вливание бюджетных средств. За этот счет мы восстановили полностью здание тира. Там сейчас занимаются секции борьбы. Есть успешные дети, кандидаты в мастера спорта, и по самбо, и по дзюдо, чемпионы России. Это огромное дело, когда ребятам есть чем заняться. Кроме того, у нас 18 кружковых секций в школе, и есть наша гордость школьная. Это ансамбль кавказского танца. Две возрастные категории, в которых занимается более 100 человек, детишек. Многие выпускники девятого класса хотят осваивать рабочие специальности. Анастасия хорошо учится, занимается эйкидо и тайским боксом. Хочет поступить в Анапский колледж в сферу услуг, чтобы стать поваром. В старшие классы решила не идти. Родители мне предоставили выбор. Они сказали, что я имею право сама поступить, куда хочу, и на любую профессию. Они меня не ограничивали. Был вариант, но я сама не захотела. Последний звонок. Уроки для выпускников закончились. Впереди единый государственный экзамен.